2017 год начался довольно ярко, как собственно и его символ, огненный красный петух. Первые три месяца были насыщены спортивными и культурными событиями. Ледовое шоу, месяц Первоуральск, фридайвинг. Давайте все вместе вспомним о самых интересных мероприятиях. Начало к культурным мероприятиям дали фигуристы. Для тысячи зрителей они показали ледовое шоу. В сказке о королевстве, переделанной на Первоуральский лад, участвовали 35 человек – профессионалы и любители. Готовились, два месяца готовились, ставили номера, все репетировали. Все равно последний момент, конечно, не обошлось без сумбура. Я думаю, если детям понравилось, значит не зря старались. Первоуралочка Элина Костромина прислушалась к рекомендациям президента и собрала все книги, которые порекомендовал Владимир Путин. Среди них блокадная книга «Уральские сказы», «Два капитана». Любовь к чтению Элина прививает и детям, у нее их четверо. Она поет о духовных поисках, войне, мире и простом человеческом счастье. В Международный женский день Юлия Чечерина выступила в Первоуральске. Она исполнила знаменитые и проверенные временем песни группы «Жара», «Блюдца» и «Тулула», а также познакомила своих поклонников с новой песней «Рвать», посвященной войне на юго-востоке Украины. Я не могу закрывать глаза на то, когда убивают детей, старух. И, к сожалению, я вижу много безразличия, гораздо больше, чем вообще коло-то внимания. Я понимаю, что это страшно, видимо, кому-то и все такое. Но я просто не могу быть нечестной в этом плане. Я не могу, когда угнетают слабых. Тем временем в Первоуральске назвали имя самой красивой и талантливой мамы города. Из 20 претенденток на победу выбрали ведущую телеканала «Евразия» Светлану Вахмянину. Конкурс «Миссис Первоуральск» проходил в городе уже третий раз. Я не ожидала короны, я говорю честно. Я думала, что я буду в пятерке, но никак не «Миссис Первоуральск». Я стала больше ценить свою семью, потому что в течение шести недель ежедневно я отсутствовала дома. Мой муж сидел с ребенком, он меня поддерживал, он моя опора, моя защита. А я защищала честь нашей семьи здесь, на сцене. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь о происшествиях. Корабельный проезд на несколько дней превратился в реку. Причиной стало повреждение трубы ТЭЦ. Последствия аварии устранили на следующий день. Рабочие задействовали резервный трубопровод. А в микрорайоне «Магнитка» жители наблюдали зеленый снег. Авария произошла на предприятии «Русский хром-1915» в результате засора в дренажной системе завода. Шестивалентный хром попал в реки Талица и Чусовая. Представители областного Росприроднадзора провели проверку и выдали предприятию предписание. На Динессе прохожие задержали преступника, который напал на женщину и отнял у нее сумку. Героический поступок молодых людей не остался без внимания. За активную гражданскую позицию руководство полиции вручило героям благодарственные письма. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь перейдем к спорту. В городе прошли первые соревнования по водному туризму. Быстротечную реку заменил 50-метровый бассейн Дворца водных видов спорта. Вместо дорожек на воду поставили 10 ворот, которые обозначали маршрут судна. Спустя несколько дней во Дворце водных видов спорта проходил открытый чемпионат Урала и Сибири по фридайвингу. Спортсмены соревновались в умении надолго задерживать дыхание под водой. Мы при дайвинге, поскольку просто нас с закрытым носом дышать не можем, мы тоже это самое делаем с помощью губ и зуба. Прикрываем. И заставляем диафрагму работать немножко с усилием. Это усиливает просто диффузию газа в легких и после этого кровь более насыщена кислородом. А эта история потрясла весь регион. Николай Грудинкин из Первоуральска играет в шахматы языком. Из-за тяжелой стадии ДЦП он полностью лишен возможности двигаться. Компьютеры, когда он начал заниматься, естественно, придумали приспособление такое, чтобы можно было ему языком другого варианта мы увидели. А вот иначе пять лет играешь. В интернете играешь пять лет, да? А до этого все играл вот как бы это. У нас, ну там вот, где мы жили, усилирующие. Воспринял как личную трагедию. Первоуральский композитор Александр Зайцев написал песню о крушении Ту-154. Напомним, авария произошла 25 декабря. Погибли 92 человека. В Первоуральске разработали логотип к 285-летию города. Своими очертаниями он напоминает открытую дверь. Цифра 1 означает 1, буква П, Первоуральск. На протяжении всего года этот знак был использован везде. На витринах магазинов, в пешеходных зонах, а также на фирменной сувенирной продукции. Вот так разнообразно прошел первый квартал 2017 года. Следующие три месяца были не менее интересными. О них расскажет моя коллега Юлия Томилина. Ну а я желаю вам успехов и счастья в наступающем году. Субтитры создавал DimaTorzok